Господин председатель, сейчас полковник Карев доложит о порядке представления доказательств советского обвинения Трибуналу. Советское обвинение приступает к представлению доказательств по всем разделам обвинительного акта. В Трибунал уже ознакомился с большим количеством важных документов обвинения, представленных нашими уважаемыми американскими, английскими и французскими коллегами. Советское обвинение со своей стороны располагает многочисленными документами о преступной деятельности фашистских заговорщиков. По первому разделу, разделу о преступлениях против мира, нами будут представлены следующие документы. Распоряжение германских властей, приказы и планы германского военного командования, дневники и личные архивы некоторых руководителей фашистской партии и германского правительства, а также другие документы. Эти документы были найдены частями Красной Армии у немецких солдат и офицеров, или обнаружены в конституционных лагерях и в помещениях германских властей. По второму и третьему разделам по военным преступлениям и преступлениям против человечности, мы представим в качестве доказательств в первую очередь сообщения и акты чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. Эта комиссия была учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942 года. На местах были образованы республиканские, краевые, областные, городские комиссии содействия работе чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. В состав чрезвычайной государственной комиссии как в центре, так и на местах вошли виднейшие государственные деятели, представители различных общественных, научных и культурных организаций и религиозных культов. Чрезвычайная государственная комиссия через своих представителей с привлечением местной общественности и местных государственных органов собирала и проверяла данные и составляла акты о зверстах немецких захватчиков и причиненном ими ущербе Советскому Союзу и его гражданам. Только о злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими извергами в отношении мирных граждан Советского Союза, было составлено 54 784 акта. Эти акты чрезвычайной государственной комиссии в силу статьи 21 Устава Международного военного трибунала являются бесспорными доказательствами. Из всех этих актов чрезвычайной государственной комиссии Советское обвинение представит трибуналу в настоящий момент лишь незначительную часть. В распоряжении Советского обвинения имеются также фотодокументы, рисующие зверства и разрушения, совершенные немецкими захватчиками на временно оккупированной территории СССР. Часть этих снимков будет представлена трибуналу. В качестве доказательства Советское обвинение предъявит трибуналу несколько документальных кинофильмов. При представлении доказательств военных преступлений, совершенных сговорщиками, Советским обвинением будут использованы и некоторые немецкие документы, фотоснимки и кинофильмы, захваченные у немцев. Советское обвинение будет предстоять также доказательства о преступлениях, совершенных подсудимыми и их сообщниками против Чехословакии, Польши и Югославии. Среди этих доказательств необходимо отметить официальный доклад Чехословацкого правительства «Германские преступления против Чехословакии». Этот доклад был составлен по поручению чехословацкого правительства доктором Богуславом Эчером, чрезвычайным посланником и полномочным министром представителем Чехословакии в Комиссии Объединенных Наций по расследованию военных преступлений. К официальному докладу о германских преступлениях против Чехословакии приложены документы. Среди этих документов законы, указы, распоряжения немецко-фашистских властей, которые издавались и публиковались в официальных изданиях, документы из архива Чехословакского правительства и данные под присягой свидетельские показания лиц, занимавших видные посты в Чехословакии во время оккупации. Будет представлен кинофильм о разрушении деревни Лидицы. Кинофильм о разрушении Лидицы был в свое время изготовлен официальными германскими учреждениями. Он был найден органами Чехословакского министерства внутренних дел. Официальный доклад о германских преступлениях против Чехословакии и приложенные к нему документы в силу статьи 21 Устава Международного военного трибунала являются бесспорными доказательствами и будут предъявлены суду под номером СССР-60. Советское обвинение предоставит также доказательства о совершенных сговорщиками преступлениях в Польше. Основным документом, который будет представлен советским обвинением по этому вопросу, является доклад польского правительства от 22 января 1946 года. Источниками составления правительственного польского доклада о немецких преступлениях в Польше послужили прежде всего официальные документы польского правительства. Как официальный доклад польского правительства, так и приложенные к нему документы отвечают всем требованиям статьи 21 Устава Международного военного трибунала и являются поэтому бесспорными доказательствами. Наконец, советская делегация представит трибуналу документы о преступлениях немецких захватчиков, совершенных на территории Югославии. Расследования преступной деятельности германского командования и германских оккупационных властей в Югославии производились, созданные по решению антифашистского совета народного освобождения Югославии 29 ноября 1943 года Югославской государственной комиссии по установлению злодеяний немецких оккупантов. Эта комиссия, в главе которой бессменно находится ее председатель доктор Душан Неделькович, профессор Белградского университета, начала свою работу еще тогда, когда часть Югославии была под властью немецких, итальянских, венгерских и других оккупантов. Помимо Югославской государственной комиссии установление преступлений немецко-фашистских захватчиков производилось специально образованными восьми федеральными комиссиями, а также окружными и районными комиссиями. На основании собранных материалов Югославская государственная комиссия издала 53 сообщения о злодеяниях немецких оккупантов и представила доклад Югославской государственной комиссии от 26 декабря 1945 года. Этот доклад является бесспорным доказательством и представляется нами под номером СССР-36. Считаю долгом отметить, что представителями советского обвинения будут в известном мере использованы уже представленные нашими уважаемыми американскими, английскими и французскими коллегами документальное доказательство. Решите в заключение представить план выступлений обвинителей от СССР. Докладчиком по разделу «Преступление против мира. Агрессия в отношениях Чехословакии, Польши и Югославии» будет заместитель главного обвинителя от СССР полковник Покровский. Докладчиком по разделу «Агрессия против СССР» будет государственный советник юстиции третьего класса «Зоря». Затем полковник Покровский доложит трибуналу о преступном попрании законов и обычаев войны об обращении с военнопленными. Докладчиком по разделу «Преступление против мирного населения СССР», Чехословакии, Польши и Югославии выступит старший советник юстиции Смирнов. Докладчиком по разделу «Расхищение частной, общественной и государственной собственности» является государственный советник юстиции второго класса Шейнин. Докладчиком по разделам «Ограбление и уничтожение культурных ценностей и разрушение и уничтожение городов и сел» будет государственный советник юстиции второго класса Рогинский. Докладчиком по вопросам принудительного труда и насильственного угона в немецкое рабство будет государственный советник юстиции 3-го класса Зоря. Наконец, докладчиком по последнему разделу «Преступление против человечности» выступит старший советник юстиции Смирнов. Решите мне на этом закончить свое сообщение. Господа судьи, господин председатель. Вступительные речи главных обвинителей осветили вопрос о том, как шла идеологическая подготовка фашистской Германии к агрессивной войне. Связь между гитлеровской пропагандой и агрессивными акциями против мира была раскрыта и в речи главного обвинителя от СССР. Поэтому я позволю себе ограничиться приведением одной небольшой цитаты из книги Харстафон Метша «Война как посев». Эта книга издана в Бреслау в 1934 году. Я цитирую. Национал-социалистское движение невозможно себе представить без войны. Ее немецко-солдатская слава – отец его. Ее лучший мушкетер – вождь его. Ее испытанный дух – его дух. Это непростая фраза, сорвавшаяся у болтливого гитлеровского писаки. Это выболтанная программа. Наиболее эффективным средством достижения внешнеполитических целей гитлеровские заговорщики считали войну и только войну. Естественно, после того, как фашисты захватили в Германии власть, эта страна была превращена ими в военный лагерь. В постоянную угрозу для соседних государств. В первую очередь фашистские заговорщики имели в виду Восток. В своей книге «Mein Kampf» – она уже есть в распоряжении суда – Гитлер писал еще в 1930 году. В той книге документов, которая сейчас передается каждому из состава суда, вы найдете эту выдержку, цитируемую мной из книги Гитлера «Mein Kampf» в томе первом на странице первой. Передайте книгу. Я считаю полезным доложить суду, что для удобства пользования все места, которые я буду цитировать, из документов, скомплектованных в вашей книге, отмечены красным карандашом. Я цитирую. «Движение на Восток продолжается, несмотря ни на что. Россия должна быть вычеркнута из списка европейских держав». Страница 732, книги «Mein Kampf» по изданию 1930 года. Лицемерно декларируя свое миролюбие, давая заверения всем своим соседям о намерении жить с ними в мире, гитлеровская Германия лишь стремилась скрыть свои подлинные и всегда агрессивные намерения. Заговорщики охотно заключали любые договора об арбитраже, ненападении и так далее. Они делали это не потому, что действительно стремились к миру, а исключительно с намерением дождаться подходящего момента для очередного предательского удара, а также для усыпления бдительности народа. Совершив очередной агрессивный акт, они еще энергичнее стремились убедить всех, что отныне они уже не имеют никаких агрессивных плат. Сочетание лицемерия и мошенничества, предательства и агрессии определяло всю систему германской внешней политики. Фашистские заговорщики с неимоверной наглостью нарушали любые свои обязательства международного характера, любые международные договоры, включая и те, которые прямо запрещали применение войны для разрешения международных споров. Ни одна из войн, развязанных гитлеровцами, не подпадает под понятие оборонительной войны. Во всех случаях германские фашисты действовали как агрессоры. Они сами признавали, что не останавливаются перед провокацией для того, чтобы в наиболее удобную для себя минуту создать повод для нападения на очередную жертву. Во втором разделе обвинительного акта содержится целый перечень войн, которые были спровоцированы, подготовлены, развязаны и проведены фашистскими заговорщиками. Безумное воображение гитлеровцев рисовало им на Востоке райские сады для фашистских захватчиков, райские сады, созданные на костях и крови миллионов людей, населяющих эти земли. Сэр Дэвид Максвелл Пайф доложил трибунал, что советская делегация представит некоторые новые доказательства преступного заговора против мира. Вместе с тем он предупредил вас о неизбежности отдельных повторений. Стараясь уменьшить число таких повторений, я позволю себе привлечь ваше внимание к некоторым документам, относящимся к преступной агрессии фашистских заговорщиков. В качестве одного из доказательств по делу я представляю трибуналу как СССР-60 официальный чехословацкий доклад. Он начинается с следующей знаменательной фразой. Я должен доложить вам, что эта фраза будет найдена вами на странице 10-й книги документов в томе 1-м, часть 1-я. И отчеркнуто красным карандашом. Чехословакия являлась препятствием немецкому Дрангнахостен и их владычеству над Европой. Дальше в этом документе идет анализ стратегического и политического аспектов агрессивной акции. КОНЕЛ ПОКРОВСКИ КОНЕЛ ПОКРОВСКИ Как я доложил, дальше в этом номере СССР-60, представляющем себя официальный доклад чехословацкого правительства, идет анализ стратегического и политического аспектов агрессивной акции против Чехословакии. Я цитирую, начиная со второй фразы пункта А. Это место отмечено у вас красным карандашом для удобства пользы. И ВИТАЛЬНЫЙ КОНЕЛ ПОКРОВСКИ Чехословакия действительно имела первостепенное стратегическое значение как естественное препятствие и укрепление против военного натиска на Дунайский бассейн и оттуда через восточные Карпаты на восток и по долине Дуная на Балканы. Содержанием пункта Б является мысль о том, что Чехословакия являлась демократическим государством. И, наконец, пункт В дает анализ Чехословакии с точки зрения национальной. Я оглашу этот пункт так, как он сформулирован в докладе. Вы найдете цитируемое мной место в томе первом, части первой, на страницах одиннадцатой, конец страницы и в начале страницы двенадцатой. Пункт В. С национальной точки зрения. Чехословакия была в своем огромном большинстве жителей славянским государством. Сильно развитым сознанием всеславянского единства. Суд помнит, что в уничтожении демократических основ и в истреблении славянства состояла одна из основных целей фашистского загорода. Трибунал мог заметить, что методы осуществления агрессии у гитлеровских заговорщиков носили характер почти однообразных схем. Во всех случаях непременным условием считалась молниеносность и внезапность военного нападения. Ее стремились обеспечить прежде всего с помощью предательских и лицемерных заверений будущего противника в своем искреннем по отношению к нему миролюбии. Одновременно широко применялась грязная система подкупа, шантажа, провокаций, финансирования самых различных организаций профашистского толка, насажение платной агентуры из числа беспринципных политиканов и прямых изменников своей родины. Мистер Олдерман начал представление документов с нескольких примеров подобного рода. Он подробно доложил вам и доказал с помощью документов, как были куплены за немецкие деньги представители так называемого словацкого автономного движения в лице Ганса Кармазина. Также обстоял вопрос и с заместителем премьер-министра Дуканским, небезызвестным Тука и многими другими руководителями партии Глинки. Вам было сообщено, что в начале марта 1939 года, то есть непосредственно перед днем, намеченным для окончательного вступления нацистов в Чехословакию, деятельность пятой колонны достигла высшей фазы. Вероятно, мне следует дать трибуналу небольшую фактическую справку о гитлеровских организациях, созданных для подрывной деятельности, а также о роли эсэсовца Лоренца, фамилию которой я буду упоминать дальше, о роли Лоренца в акции против Чехословакии. Гиммлер в порядке персональной унии сочетал в одном лице должность имперского руководителя охранных отрядов СС и имперского комиссара по укреплению немецкой народности Рейхскомиссар Ферди Фестингггдерс des Deutsches Volksstums. В качестве такового он осуществлял руководство всеми государственными и партийными органами внутри Германии, которые ведали вопросами немецких поселений, работой среди немецких нацменьшинств других странах и реиммиграции немцев в Германию. В этой области его аппаратом являлась так называемая Volksdeutsche Mitterstelle. Руководителем этой организации и таким образом фактическим заместителем Гиммлера в этой специальной области и был обер-группенфюрер эсэс Лоренц, о котором будет сказано несколько ниже. Существовала и другая преступная организация. Я имею в виду заграничную организацию НСДАП Auslandsorganisation der NSDAP сокращенно АО. Ей, этой организации, принадлежит видная роль в создании пятой колонны на территории стран, подвергшихся впоследствии гитлеровской агрессии. АО объединяло немцев, членов фашистской партии, проживавшись за границей. Помимо широкой пропаганды фашизма, АО занималось политическим и другим шпионажем. Немцы, находящиеся в других странах, получали через АО материальную поддержку и имели связь с различными прогерманскими и шпионскими группировками в той стране, в которой они жили. Филиалами гитлеровской партии за границей руководили немецкие дипломатические миссии. Для этой цели руководитель АО Гаулейтер Эрнст Вильген Боулей был введен в Министерство иностранных дел в чине статс-секретаря. К официальному чехословацкому докладу есть несколько приложений. Одно из них зарегистрировано под номером 3061 ПФ. Это обобщенные выдержки из показаний Карла Германа Франка, бывшего заместителя имперского протектора. Я представляю вам этот документ и не оглашаю его полностью. Хочу доложить трибуналу вкратце содержание тех мест документа, в которых содержится сведения по вопросу о пятой колонне. На допросе 9 октября 1945 года суд найдет цитируемое мною место в томе первом, части первой, страница 185 книги документов. На допросе 9 октября 1945 года Франк заявил, что, по ему мнению, партия Герлейна уже с 1936 года получала деньги в Германии. В 1938 году поступали средства от так называемой Volksdeutsche-Mittlerstelle в Берлине через посредства немецкого посла в Праге. Франк подтвердил, что он несколько раз вместе с Герлейном лично посетил немецкого посла в Праге, который ему и Герлейну передал деньги для партии. Франк признает, что принятие этих денег противоречило долгу чехословацкого гражданина. Далее Франк признал, что неоднократно он один посещал немецкое посольство в Праге, информировал немецкого посла о внутриполитическом положении Чехословакии и по характеру передаваемых сведений совершал государственную измену. Франк показывает. То место, которое я сейчас процитирую, суд найдет в томе первом, часть первая, страница 187. Все переговоры летом 1938 года между Герлейном и мной с одной стороны и имперскими органами, и в частности Адольфом Гитлером, Гессом и Риббентропом, с другой стороны, проводились с целью информировать имперские органы о развитии политической ситуации в Чехословакии. Упомянутые переговоры имели место по инициативе имперских органов. Этот отрывок я цитировал по пятой странице русского перевода документа 3061 ПС. На странице 188 в вашей книге документов вы найдете другой отрывок, который я сейчас вам доложу. Франк заявил, что он осознает то предательство, которое совершили партия и все ее центральное руководство, получая из-за границы деньги для проведения в разжебных государств мероприятий. В Богемии и Моравии имелся так называемый фрайкорп Генлейна, свободный корпус Генлейна. На допросе 15 августа 1945 года Карл Герман Франк показал, что Генлейн и его штаб помещались в замке Тандорф у Реу. Генлейн сам возглавлял штаб корпуса, носившего название фрайкорпс фюрера. По словам Франка, фрайкорп был создан по приказу Гитлера. Часть корпуса, находившаяся на территории Германской империи, была снабжена легким оружием. Франк говорит, что это оружие оно имело в небольшом количестве. В составе фрайкора, по словам Франка, было примерно 15 тысяч человек. Главным образом, судетских немцев. Эти сведения мы находим на третьей странице русского перевода документа 3061 ПС. В вашей книге это 185-я страница первого тома части 1. В числе трофеев нашей героической Красной Армии имеются архивы Германского Министерства иностранных дел. Советская делегация располагает новыми документами. Мне кажется полезным огласить некоторые из полученных таким путем материалов для дополнения данных ранее представленных судом. Они особенно интересны, если вспомнить, что в качестве одного из своих излюбленных предлогов для агрессии гитлеровские заговорщики ссылались на свои намерения защитить интересы немецких нацменьшинств. Я оглашу выдержку из совершенно секретной записи совещания, состоявшегося в 12 часов дня 29 марта 1938 года в Берлине в Министерстве иностранных дел специально по суде это немецкому вопросу. Наш документ СССР 271 цитируемое место которого вы найдете в томе первом части первой страница 196 и дальше я цитирую в совещании принимали участие господа перечисленные в прилагаемом списке господин рейхсминистр во вступительном слове подчеркнул необходимость сохранения строгой тайне этого совещания и после этого сославшись на указание фюрера который он дал лично вчера днем Конраду Генлейну заявил что прежде всего имеется два вопроса представляющих важность для руководства политикой судета немецкой партии судетские немцы должны знать что за их плечами стоит 75 миллионный народ который не потерпит дальнейшего угнетения судетских немцев чехословацким правительством два делом судета немецкой партии является предъявление чехословацкому правительству некоторых требований чехословацкому правительству ям срой то интеррубт ю мы желаем оригинал если возможно если не возможно или не возможно то мы будем принимать фотостат и в целом и за вашу convenience потому что эта практика не была предъявлена 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 мы принимаем фотостат копии без церкови на течение undertaking that you will have the certificate later on. Is that clear? Абсолютно. Сохраняется прежняя практика, которая имела место до сих пор. Я позволю себе привлечь ваше внимание к тому самому абзацу, на котором случайное недоразумение прервало мой доклад. Я имею в виду три последние строчки страницы 196 в книге документов, находящейся перед вашими глазами. Конечная цель предстоящих переговоров судета немецкой партии с чехословацким правительством – это избежать вступления в правительство при помощи увеличения объема и постепенного уточнения предъявляемых требований. При переговорах должно быть ясно показано, что единственным партнером по переговорам с чехословацким правительством является судета немецкая партия, а не имперское правительство. Здесь я считаю возможным пропустить несколько срок и перейти на страницу 197 в вашей книге документов. Для дальнейшей совместной работы Конраду Генлейну было дано указание поддерживать по возможности самый тесный контакт с господином рейхсминистром и с руководителем центра «Фольксдойче», а также с немецким послом в Праге, являющимся тамошним представителем господина рейхсминистра. Задача немецкого посла в Праге будет состоять в том, чтобы не официально, а больше в частных переговорах с чехословацкими государственными деятелями поддерживать требования судета немецкой партии, называя их разумными, не оказывая непосредственного влияния на объем требований партии. В заключении был обсужден вопрос о целесообразности сотрудничества судета немецкой партии с остальными нацменьшинствами Чехословакии и особенно со Словаками. Государный рейхсминистр решил, что партии «Нужно предоставить свободу входить в контакт с другими национальными группами, параллельный образ действий которых может показаться целесообразным. Берлин 29 марта 1938 года. К документу приложен список присутствующих на беседе 29 марта 1938 года в 12 часов дня. Вы найдете этот список, господин председатель и господа судьи, на странице 198 тома первого части первой книги документов. Он весь подчеркнут красным карандашом, в той части, которую я хочу, возможно, процитировать. Государный рейхминистр фон Риббентроп, господин статсекретарь фон Маккензен, господин министеральдиректор Вейцзеккер, господин посланник Эйзенлор Прага, господин посланник Штибе, господин легационный советник фон Твардовский, господин легационный советник Альтенбург, господин легационный советник Корт из Министерства иностранных дел, СС-Обергруппенфюрер Лоренц, господин профессор Гаусгофер из Центра Volksdeutsche, господа Конрад Генлейн, Карл Герман Франк, доктор Кюнцель, доктор Крайсвель из Судета немецкой партии. Не трудно сделать правильные выводы относительно подлинных намерений гитлеровских заговорщиков в отношении Чехословакии на основании хотя бы того факта, что в числе присутствующих на совещании мы находим подсудимый Риббентроп, двух посланников, двух представителей так называемого Центра Volksdeutsche, в том числе одного обергруппенфюрера СС, будущего статс-секретаря чешско-маравского протектората Карла Германа Франка и лидера так называемой Судета немецкой партии Конрада Генлейна, платного гитлеровского агента и провокатора. Филиалами нацистской партии за границей руководили немецкие дипломатические миссии. Для этой цели руководители АО Гаулейтер Эрнст Вильгельм Бооле был введен в Министерство иностранных дел в чине статс-секретаря. 3 июня 1938 года эс-эсовец Лоренц, участник совещания, которое он сейчас докладывал трибуналу, составил два документа. Я оглашу оба. Первый из них по вопросу об интервью с Уордом Прайс показывает, что Генлейн действовал под непосредственным контролем ИСС, и именно перед ИСС отчитывался в своей деятельности. В этом же документе содержится прямая угроза применить радикальную операцию для решения так называемой судета немецкой проблемы. Я оглашаю короткий документ за номером СССР 270. Он передан? Он передан трибуналу полностью. Цитируемая мной текст у вас находится на странице 200-й, в томе первом, части первой книги документов. В связи с появившимся в иностранной прессе интервью с Уордом Прайс, СС-Обергруппенфюрер Лоренц потребовал от Генлейна объяснение. Генлейн сделал следующее заявление. Уорд Прайс присутствовал при погребении расстрелянных в городе Егере. Там он обратился к сотруднику Генлейна Себековскому с просьбой устроить ему встречу с Генлейном. Генлейну были известны обстоятельства интервью данного фюрера Уорду Прайс. Он сидел с Уордом Прайс за чашкой чая и беседовал с ним. Интервью он ему не давал. Беседа о судето-немецких и чешских вопросах вылилась в форму разговора об аппендиците. В связи с этим Генлейн заявил, что не следует терпеть периодические приступы аппендицита, а лучше всего сделать радикальную операцию. После того, как Уорд Прайс опубликовал свою беседу, Генлейн решил разоблачить Уорда Прайс. Но в этот момент через посольство в Праге было получено указание министра иностранных дел, чтобы Генлейн мирно поладил с Уордом Прайс, так как последний пользуется доверием фюрера, и судецкие немцы не должны его оскорблять. После этого Генлейн снова встретился с Уордом Прайс и пошел на попятную, возложив всю вину на членов партии судецких немцев. Кроме того, он написал письмо Уорду Прайс и таким образом уладил вопрос. Второй документ, имеющийся у вас на странице 201, и зарегистрированный у нас под номером СССР 268, показывает, что следуя прямым указаниям СС и руководителей гитлеровского заговора, Генлейн вел переговоры с чешским правительством относительно урегулирования судета немецкой проблемы исключительно с провокационной целью, и что за этими переговорами весьма внимательно следили руководители фашистского заговора, направляя дальнейшие шаги Генлейна. Я позволь себе процитировать этот документ. В беседе с ССС об эргруппенфюрером Лоренцом Генлейн поставил следующий вопрос. Как я должен вести себя, если Чехословакия под нажимом иностранных государств вдруг выполнит все мои требования и в качестве контртребования выставит вхождение в правительство? Вполне ясно, что этот вопрос не является острым в данный момент, что еще очень долго придется мучиться с переговорами. Однако он просит указания, как вести себя в отношении этого вопроса в целях ориентировки на тот случай, если он не сможет связаться с Германией. Сам он предлагает следующее. Если Чехословакия сделает все, я отвечу «да». Но потребую изменения в внешней политике Чехословакии. этого Чехословакия ни за что не допустит. Генлейну пообещали выяснить этот вопрос у министра иностранных дел, Лоренц. Очень короткая выдержка из совершенно секретного... у меня есть время, что это было несколько часов. Я говорю, что это 15.15. Я говорю, что это было 15.15. Время.